Этот магазин-бар жильцам дома номер 102А по улице Мской принес немало хлопот. Больше всего пострадала Ирина Пермякова. Неспокойные ночи из-за шума под окнами, мусор в подъезде. Но самый бесчеловечный поступок год назад незваные гости украли с подъезда пандус, который был необходим ее мужу-инвалиду. Стучатся к нам. Воды дайте. Ну простите, мне тоже не водопой. Синяки по-русски говорят алкаши. Собираются, пьют. Зимой и летом, и в любое время года у нас туалет общественный здесь. Начиная с малого, с малой нужды и кончая большой. Жители говорят, алкоголь выне законно, здесь для всех и в любое время суток. По решению суда магазина бара на Имской не должно быть. Помещение по всем документам жилое, а не торговое. Это знают даже продавцы. То, что пока мне жилое не приедено, судится из-за вот жалоб. Жильцы дома писали письма в Роспотребнадзор. Расследование установило, что предприятие не соответствует санитарным нормам и должно прекратить свою деятельность. Но вот уже три года из этого магазина все так же выходят покупатели со звенящими пакетами. Слышали звон и не знают, где он. Говорят, активисты Народного фронта. Они уверены, что прекратить незаконную торговлю не могут ни полиция, ни администрация. Хотя писем в разные инстанции накопилось уже с десяток. Судя по всем этим письмам, ответам гражданам, все наши органы власти прекрасно знают о том, что здесь происходит. То есть самовольно произведена перепланировка. Пробит в подвал люк. Отсутствует разрешение на перевод жилого в нежилое помещение. В апреле этого года сюда пожаловали прокуроры Калининского округа. И выяснилось, что организатор алкогольного рая должен был уже давно по решению суда освободить эту квартиру. Но слабым звеном оказались судебные приставы. Уж слишком долго они описывали, оценивали. А после так и не выставили на торги помещение. Между тем, дело на исполнение попало к ним еще в 2015 году. В настоящее время после поступления акта прокурорского реагирования были выявлены ряд бездействия со стороны службы судебных приставов. В настоящее время решаются вопросы о привлечении дисциплинарной ответственности. Вот и получается, что три года в этом магазине идет торговля, которой по документам быть не должно. Активисты Общероссийского народного фронта хотят приехать сюда с проверкой через неделю. Ну а мы продолжим следить за этой историей. Дарина Скорнякова, Дмитрий Ларичев, Евгений Проскурюков. Тюменское время.